братаны теперь я прокурор московской области я даже не закрываю мне вообще поехали ну все вообще мне вообще ну как так мы верим выбираем они потом нас обманывает и становятся крутыми правда александр саламаткин крутым был недолго граждане не сходите с ума не ведитесь на провокации говна блогеров и таких же сми я по поводу ситуации с пьяным прокурора видео вырвано из контекста она не полная адекватные люди увидели там я думаю сразу то что и форма бутафорская и бутылка запечатанная это что я но изображаю себя пьяного только вот видео было сделано исключительно для друзей в шуточной манере наверное все знают видео про димона который дверь не закрывает в стиле сергея бурунова полицейского с рублевки в конце видео я не притворяюсь уже пьяным и говорю что просто не приеду завтра на тренировку вот и все но из этого раздули такую шумиху то есть все эти сми решили хайпануть просто на этом всем однако ему не поверили уволили товарищ в погонах получает взятку не зная что скоро постучаться в гости по его продажные кости спрайз мода фака Выходите, пожалуйста, вставайтесь на месте. Поблемы экономических запасов. Да. Входим, ребята. Входим. Выходите, помещаем. Представляем. Начальник отдела старше средневекистра. Все это есть? Нет. Теперь открываем. Да, за мной. Средним, поделитесь, пожалуйста. Какая взятка? Вы что? Какая взятка? Никто не говорит о взятке. А кому? Мы хотим сейчас разобраться. Я ничего не беру. У меня производство эти находится на исполнении. Я сейчас посчитал деньги, сколько здесь. Я вызвал бы пристава, он выписал бы сейчас. А сколько здесь денег? Я не знаю. Я еще не считал. Я начал проверять их на... Ну, настоящие. А у вас есть прибор, который он может проверять? Нет, ну я так на взгляд... Ну я вам клянусь, мы не брал, я взят. Все, у меня квитая. Александр, все, в порядке. Вы представьте, что он в водичке выпил. Да иди брал. Это потом разберемся. 51, 52, 53, 54. Вас тоже удивляет, откуда у людей деньги на эти огромные дома, дорогущие машины, кто вообще на самолетах летает. Это дорого все. Где все деньги? Вот они, на столе разложены. И даже на полу места не хватило на столе. Ничего сказать. Представьтесь, пожалуйста. Глава Старобачанского сельского поселения Рыжов Евгений Анатольевич. Значит, мы с главного управления. Управление экономической безопасности и противодействия коррупции. МВД России по Кемеровской области. Договоренность о деньгах была у вас? Договоренности о деньгах не было. Не было. То есть ранее вы вопрос о получении денег от гражданина не обговаривает? Нет, не обговаривает. Не обговаривает. Я вам все сказал. Смотрите, присутствующий. МВД России по Кемеровской области. Что это такое? Лихо. Ничего не трогает? Нет, нет, нет. Ничего не трогает? Это вообще. Все, папочку закрывайте, как она была? А вот она, BMW. Успешная девушка. Зарабатывает как может и ездит на машинах как умеет. Анастасия, подойди туда, пожалуйста. Доставайте все вещи. Лучше, чтобы с кармана съёстрить не было, не забудьте. У меня здесь мой вис avons. Знакомьтесь, тот самый Страж закона, который, когда с ним разговариваешь, ведёт себя как полубог, а когда смотришь на него, выглядит как полубочка. Дальше самое интересное. Брал он деньги с водителей большими пачками, с угрозами и так далее. Вот это вот всё. Водителям надоел такой беспредел. Они пожаловались куда надо. И тут прям в момент подсадного водителя, который дал ему денег, деньги ему подбросили. Говорит, пока он честно работал, выполнял свой долг на дороге, он говорит, кто-то прокрался в его служебную машину и оставил на переднем сиденье 50 тысяч рублей. Наверное, с каждым такое было. Залезаете в свою тачку, а там полтуз лежит. Эх, опять кто-то залез и подбросил денег. Ну ладно. Меня не было здесь, я подошёл. Я же подошёл. В ходе досмотра купюры оказались именно те, меченые, которые подсадной водитель дал нашему бочонку. Ну а пока заведено уголовное дело. В этом случае прошла встреча с передачей «Денег. Взятка». Посмотрите внимательно на выражение лица красной кофточки. Вытаскивает вещи, а когда дело дошло вытащить деньги, он так бедный жалостливо начал смотреть, что аж, ну прям пожалеть хочется. Второй ведёт себя дерзко, но недолго. А где тогда ключ от машины? Нет у меня ключ от машины. Я тебе еще раз объясняю. Ну если вы по доверенности есть, покажите, пожалуйста, документ на данную машину. А вы, дочек, кто был на встрече в этом ресторане с вами? Пришёл молодой человек, мужчина. Да. Выпил с нами две рюнки и ушёл. Как зовут его зовут? Не помню. Пил. Пил с кем? Ранее с вот этим, который с вами выпил две рюнки, вы встречались? Нет, не видел. Ни разу? Там в машине есть какие-нибудь денежные средства? Я не знаю. Это ваш автомобиль? Вы нам откроете сами автомобиль? Нет. Ну сюда надо открывать, здесь сказки. Что находится в машине? Нет, без понятия. Открываем бардачок. Находится бумажный пакет в моей серии. Да, в пакете обнаружены денежные средства. Пятитычечными папюрами. Это не мои деньги. И это мы тоже подбросили. Да что же это такое, бедные люди. Ну правда, теперь уж действительно, бедные люди. Я объясняю. Я выпивал, сидел в ресторане. Следующие номера будут перечисляться. И последняя ситуация на закуску. Чтобы вы понимали, что к чему и как вообще всё происходит. И будет происходить, мне кажется, всегда. Посмотрим, может, 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 за это получу по шапке. А тут надо вот смотреть на поведение задержанного. Он говорит, права мне зачитывать не надо. Уж не мне точно. Словно знает, ему по итогу ничего не будет. Главное управление новички безопасности противодействия Горубцы. МВД России. Можете, пожалуйста, представиться? А? Можете, пожалуйста, представиться? Могу. Как ваш фамилия Мерс? Да, еще коровников Александр. А вас? Баник Кокровович. А вы что здесь делаете? Пришел переговорить. А вы кто? Есть какой-нибудь удостоверяющий личный документ? Есть. Покажите, пожалуйста. Пожалуйста. Не, не, ребят. Подождите секунду. Мы сейчас зачитаем ваши права. Не, не, не надо зачитывать права. Продите, пожалуйста. Вот мне права зачитывать не надо. Хорошо. Понимаете или нет? Мне права... Мне права... Какой-нибудь документ? Да, конечно. Не права зачитывать не надо. Я уже хорошо знаю. Все. Хорошо. Удостоверение следствия Совета Федерации. Коровников Александр Александрович. Да. Индиктович. Да. Вы действующие? Да, 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 да. Да, ребят. Да. Какие вопросы по-моему? Дальше будем делать, действовать в точном соответствии с Уголовным процессуальным кодексом Российской Федерации. В чем проблема-то вы мне скажите? Проблема-то в чем? Проблема нет. Ребят, я член Совета Федерации. Я досматриваю, вы меня не имеете права. Ну, по большому счету. Мы не собираемся. Мы не планируем засматривать вас. Мы не планируем засматривать. Пока что, вот, в двух словах хотели с вами побеседовать. Давайте побеседуем. Если хотите побеседовать, давайте побеседуем. Только без камеры. Ну, я ему хочу свою машину продать. Машину продай, да? Да. А что за машина? Мерседес. Мерседес? Да. А, договорились о цене или что? Ну, предварительно, да. Что-то передавал вам? Ребят. Ну, пожалуйста, ответите на вопрос. Мы спокойно всего лишь беседуем. Конечно, договорились. Я свой хочу продать Мерседес. Вам отдал вам деньги? Да. Три года Мерседесу, да. Хочу поменять его. Сколько он вам денежных средств передал за Мерседесу? Ну, можете тогда их показать? Те денежные средства, которые он за Мерседеса отдал. И потом, по которым... Будет возможность с нами пообщаться с нашим руководством. Просто сейчас, я говорю, формальность. Предъявите, пожалуйста, то, что он вам передал. Если передал. Да он еще не до конца передал. Ну, покажите то, что передал. Можете? Мы можем. Добровольные. А завтра мы вообще... Вы покажите просто, расскажите, что есть. Мы, как ваша позиция, просто достаточно нам ее выслушать. То есть, это, считайте, формы беседы там... Мерседеса у меня стоит... 200 тысяч. Вы спросили, сколько? Я вам сказал. Вот это полтора миллиона, правильно я вот вижу попачку? Мы с ним договорились за два. Он отдал мне полтора миллиона. После оформления... Именно за автомобиль. Никаких и иных вопросов вы не обсуждали? А какие? Не, ну это вопросы. Может, я до конца предъявить? Я ему первое продал свою машину. Вообще, за полтора тоже продал. Это было где-то лет пять назад. Просто я его знаю уже 20 лет. 25 лет знаю. Он у меня одну машину купил, вторую машину. Ну что, какие проблемы-то? Можете еще предъявить до конца с вашей суммы? 25 миллионов сумки. Вы можете предъявить до конца с удержимой суммы? Вы послушайте сюда. Вы скажите, да или нет? Вы просто ответите. Мы с вами с вашим решением согласимся. Вот полтора миллиона. Больше нет у вас сумки денежных средств? Да. Нету? Нету. Познакомься с статьей 449 УПК. Знакомо, да? С статьей 449? Я прочитаю. Это в отношении задержания члена Совета Федерации и иных лиц, под подачи подставки, спецсубъекта. Задержание. С статьей 449 УПК Российской Федерации. Член Совета Федерации. Задержанный по возназрению в совершении преступления в порядке установленного в статье 91 ст. Кодекса за исключением случаев задержания на месте преступления должен быть освобожден немедленно после установления их личности. Я вам хочу доказать, что там приняется общий порядок при задержании члена Совета Федерации, застигнется при совершении тяжкого преступления. Я не застигну при совершении тяжкого преступления. Кто такой Александр Коровников? Кратко расскажу, послушайте. Очень важный милиционер, начальник, депутат, председатель комитета Верховного Совета РФ по многим вопросам, доктор юридических наук, входит в состав Академии Естественных Наук, ну тут прям целый список, можно читать, я не шучу, можно читать, наверное, минут пять все должности, которые он занимал. Пенсия должна быть, наверное, тут целых миллионов, может и два. В 2013 году, ну то, что мы видели в ролике, Коровников стал фигурировать в коррупционном деле. Он обвинялся в получении взятки. Узнав, что муж подозревается в коррупции, жена Коровникова... Жизнь... Спустя несколько месяцев был снят с должности Сугробов, занимающий пост начальника по экономической безопасности и противодействию коррупции, бригада которого и работала над этим делом. Ну то есть то видео, мы вот только что посмотрели, это подчиненные этого Сугробова. Видимо, что-то не согласовали, Сугробову не доложили, что Коровникова трогать не надо. Он же депутат. Сугробова приговорили к двадцати... Вы меня слышите? Сугробова приговорили к двадцати двум годам строгого режима. Такое ощущение, что он был серийной убийцей. Его замок Олесникова, 36-летний генерал, во время допроса, выбросился из окна шестого этажа и разбился. Сам Коровников оказался пострадавшим, был освобожден и продолжил свою политическую карьеру. Позже прессе было объявлено, что дело сфабриковали. Он заявил, что был вынужден выполнить роль взяточника, так как оказался под сильным давлением больших людей. Ну раз так, то ладно, значит так и было. Все сходится. Хотя, знаете, есть небольшие такие нестыковочки, почти все не сходится. Ну вот, например, почему Коровников сказал, что у него в сумке полтора миллиона? Он отдал мне полтора миллиона. А там было пять миллионов рублей. Можете еще предъявить до конца вашего суббота? 25 миллионов. Ну да ладно, это все такое, я извиняюсь, если что, оправдали в суде. А, ну, суд наш, это ж мы ему верим, значит так оно все и было. Спустя пару лет Коровников стал депутатом Государственной Думы от Единой России. Награжден многими медалями СССР и РФ. Медаль за отличие в воинской службе второй степени, 60 лет вооруженных сил СССР, медаль 70 лет вооруженных сил СССР в память 850-летия Москвы. А 200 лет, ну, в общем, тут тоже, ну, тут, наверное, минут на 15 читать. Тут зайдите в Википедию, вы офигеете. Александр Коровников был награжден почетной грамотой Совета Федерации ФСРФ от президента России и получил благодарность от него лично. Был почетным гражданином Липецкой области. 10 августа 2018 года умер. Причина не раскрывается. Ну, короче, вот такое вот видео у меня получилось. Рискнул. Кажется, мне выше пятого этажа лучше не подниматься. На этом, наверное, все. Ты мне скажешь, что нужно. Значит, они меня вызвали сегодня. Да. Вот. Я им озвучил нашу тему. Можно говорить? Не, можно. Я озвучил нашу тему, вот, что надо добавить. Да. Вот, документацию. Они согласились еще пятерку добавить. Ну, понял. Значит, сказали спасибо, говорит, мы наслышаны. Понял, что там уже жесткая проверка прошла. Я говорю, так работаем же. Ну, такого вот сильного ничего нет. Вот сейчас они... Почему они меня... Я говорю, да я уже... Они говорят, ну, мы сейчас инспектора... Все запаскиваем. Они мне пятерку отдали, А десятку сказали, потом отдадут. Понял. Сказали, да прокуратура не надо, ничего не надо. Дайте нам просто копию. А, то есть... И все, больше ничего. Вот, я... Фу, слава Богу, вот тебе. Да. Мы говорим, там... Мы постараемся его сделать максимально... Ну, максимально... То есть прокуратура не пойдет. Точно? Да. Жил. Какой стрелец. Так, сейчас, я считаю. Четыре. И два. По полу. Ну, вот два. Три. Четыре. Пять. Все. Итак, сенатор Александр Коровников, которого подозревают в посредничестве при передаче взятки, напал на съемочную группу Life News. Наши журналисты хотели получить его комментарии относительно запроса Следственного комитета о снятии с него неприкосновенности. О появлении такого запроса нашему телеканалу рассказал источник правоохранительных органов, пояснив, что соответствующее письмо уже направлено в Генеральную прокуратуру. Услышав об этом от нашего корреспондента, сенатор Коровников вышел из себя. Ну, ну, вот это нужно нормально. Подождите. Руки. Руки. Отошли. Не надо ломать. Не надо ломать. Все отошли. Убери. Если сейчас включишь, ты улетишь под код. Александр. Это попробуй включить. Ну, не могу. Это попробуй включить. Я сказал. Вы себя не ведите так. Вы себя не нормально. Вы мне камеру ломаете. Это попробуй включить. А если он такой там, где-то там на пакосте, то человек, конечно, будет что-то делать анонимно. Я вообще считаю, что анонимно делать не надо ничего. И людям вот так в глаза смотреть, и люди должны относиться к тебе так же. Ничего, это на патриотизм не влияет. Ну, если я захотел там все, и у меня есть деньги, я честно заработал, задекларировал их. Не важно, там, депутат, чиновник любого уровня. Но я могу себе даже там в Хорватии купить. Тем более, они там стоят дешевле, чем здесь, там, в Москве купить. Я даже против того, чтобы доходы декларировать. Да, надо. И платить с них налоги. Расходы, я как хочу. Это действительно вот эта интимная такая вещь, как я трачу свои деньги. Да как хочу, так и трачу. Я их честно заработал. Я могу их честно потратить. Не перед кем они не обязаны. Александр Коровников по итогам прошедших в регионе праймерис Единой России набрал наибольшее количество голосов. Я считаю, что эта избирательная кампания должна быть честной, прозрачной, открытой, поставлена под очень сильный общественный, государственный контроль. И глубоко убежден, что именно такой наши избиратели на новгородской нашей легендарной земле увидят именно такие выборы. Честные, открытые, прямые. Вообще в ***. Мне вообще в ***. В ***.